Ну, начну с того, что вот как раз с подрыва Чангарского моста, и это привело, конечно, в бешенство Пригожина, он там что-то вчера кричал про красные линии, про коричневые линии, там на тросах российского руководства и так далее. Ему нужно отдать должное, он должен был заниматься стендапом, он как бы чувствуется, что он упивается, так сказать, от своих этих выступлений ежедневных, но тем не менее, тем не менее, как бы вы оценивали в общем сегодня обстановку на фронте в Украине, и в частности очень интересует южное направление, потому что там, говорят, возможно, какие-то неожиданные события, в связи с тем, что подсохло уже там водохранилище и так далее, которое было взорвано, не водохранилище, а Каховская ГЭС, которая была взорвана, ну и так далее. Давайте попробуем. Знаете, вы затронули очень много тем, таких объемных и насыщенных, повестка информационной, давайте я попробую, чтобы, так сказать, не сбиться потихонечку, одну за другой вот этот клубочек попробуем распутывать. Значит, во-первых, что касается вообще наступления украинской армии. Я в корне не согласен с теми людьми, среди которых много людей далеких от армии, от военного дела, которые по каким-то причинам выражали неудовлетворение, недовольство якобы медленными темпами наступательных действий украинской армии. Я прекрасно понимаю эмоциональный фон, который вот стоит за этим, и прекрасно понимаю желание общества, гражданского общества Украины увидеть как можно скорее внушительные победы и как можно больше освобожденные территории. Однако не бывает, не бывает чудес. Ну, то есть, наверное, они бывают, но на войне они случаются редко. Военное искусство – это очень тонкая материя. Здесь не бывает взмаха волшебной палочки, какие-то вещи. Ну, то есть, на войне, как правило, два плюс два – это всегда четвертый. Не имея господства в воздухе и не имея тотального огневого превосходства артиллерийской ракетного, тем не менее, ваш генеральный штаб принял решение начать широкомасштабное наступление. Учитывая характер тех условий, которые накануне наступления сформировались на фронте, ваш генеральный штаб выбрал тактику, на мой взгляд, абсолютно правомочную и вполне возможную, вполне возможную, единственно возможную в такой ситуации. Что это за тактика? Это тактика использования подразделений, как правило, формата роты, вот такие штурмовые роты, которые занимаются прощупыванием линии фронта, линии обороны российской армии, с постепенным выдавливанием российской армии с позицией там, где это возможно. Потому что нет сейчас возможности для ваших вооруженных сил концентрировать крупные массы бронетехник. Потому что если такие массы бронетехники будут концентрироваться, учитывая невероятно высокую плотность минирования, запредельно высокую плотность минирования, значит, свободы для маневра нету в бронетанковых подразделениях, а главное оружие бронетанковых войск – это не броня и не пушечное вооружение, а главное оружие бронетанковых войск – это маневр. Так вот, отсутствие возможности маневрировать на минных полях, плюс господство в воздухе российской авиации, плюс наличие значительных артиллерийских средств у России, делает невозможным на данном этапе использование крупных масс бронетехники, которые у вас уже сейчас есть, при том, хорошей бронетехникой. Ее жалко просто так пожечь. И то, что вы понесли определенные потери в бронетанковых, ну, в единицах бронетехники, кстати, это не такие какие-то запредельные потери, о которых там кричит российская пропаганда, ну, по оценке источников, заслуживающих доверия, ну, потеряно порядка ста единиц бронетехники за почти три недели активной фазы боевых действий. Это вполне какой-то показатель, ну, совершенно укладывающийся формат того, что происходит сейчас. Здесь нет ничего из ряда уходящего. Бронетехника, она на то есть существует, чтобы она несла потери. Это всегда так бывает. Я, знаете, всегда привожу пример такой, вот, чтобы люди далекие от военного дела понимали, вот, в Израиле была шестидневная война в 1967 году, которая вошла в, не просто там в историю войн, а она мифологизирована, то есть это такой, как там, фактически Давид с Голиафом, да, примерно такого же уровня мифа, ну, в хорошем смысле этого слова. Так вот, Израиль, имея танковый парк порядка 1200 единиц бронетехники, танковой бронетехники накануне войны, за шесть дней войны, потерял треть этого танкового парка. Треть. Разгромив при этом три большие арабские армии, имеющие тотальное превосходство живой силы, техники и бронетанковых соединений. Но треть танкового парка была за шесть дней из расходов. А тут у вас 100 единиц за три недели. Ну, просто чтобы было понятно, ну, как бы, о чем мы говорим. И российская сторона понесла такие же приблизительно потери, что интересно. Хотя по логике вещей обороняющаяся сторона должна нести потери значительно меньше. Но тем не менее, то, что произошло. Более того, мы наблюдали вот недавно, кстати, интересный момент. Я не думал, что такие вещи мы будем смотреть в этой войне, однако это то, что вот происходило. Был встречный танковый бой, насколько мне известно, под Углидаром. Пока что с невыясненными результатами, но вот был тоже такой момент. Кстати, там не применялась с вашей стороны западная бронетехника, там использовалась бронетехника советского образца. В принципе, вот, грубо говоря, советская, в кавычках, бронетехника, воевала с советской, в кавычках, бронетехника. Но тем не менее. Так вот, дальше. Что будет происходить дальше? Ваш генштаб, прощупывая вот эти вот участки обороны россиян, будет искать там слабые звенья, слабые точки. И вот там, где такая точка будет найдена, вот туда, в этот прорыв, который будет сформирован пехотными штурмовыми группами, и зайдут уже соединения бронетехники, которые для того, чтобы туда ввести, нужно прикрыть системами ПВО, для того, чтобы их не пожгли с воздухом. А дальше они уже выйдут на оперативный простор и начнут громить тылы российской армии. Как использоваться, должна, по идее, бронетехника. Вот таким образом я вижу развитие событий. И, конечно, стремление, я понимаю, что, ну, мне так кажется, это очевидным стремление вашего генерального штаба, это выход вот в направление Азовского моря, о чем мы говорим уже полгода, для того, чтобы, ну, фактически изолировать Крымский полуостров от линии снабжения, от логистических цепочек. И, кстати, разрушение моста, о котором вы сейчас упомянули, оно вот в эту же копилочку укладывается. Это очень квалифицированное действие. По моему представлению, несколько преждевременное, но я вполне допускаю, что я просто не имею всей информации, которую имеют ваши военные, я и сотой части, и тысячной части информации не имею, что имеют они, поэтому вполне возможно, что им виднее. И характерно, что в этой ситуации, мне кажется, очень показательным, интересным тот факт, что поражение было нанесено английским боеприпасом британского производства, который является боеприпасом воздух-земля, класса воздух-земля. То есть это было запущено с самолета вашего. И вообще последние несколько дней можно отметить, что резко повысилась активность ваших БВС, чего мы не наблюдали очень долгое время. Это, наверное, тоже неспроста происходит. Так что вот это в плане, так сказать, характера боевых действий. Не нужно здесь никаких, во-первых, таких вот пораженческих настроений. А все пропало 19 дней, и мы еще не взяли Кремль до сих пор, и до сих пор мы не взяли там Севастополь. Так не бывает. Это война совершенно другая, это не блицкрик сейчас. И то, что происходило под Харьковом, это скорее исключение из правил. Это надо понимать. Это результат, ну, большой военной удачи и использования уникальной ситуации в своих интересах, вот в правильном ключе. Это бывает довольно нечасто на войне. Вот. Ну, интересный еще такой вот момент, надо отметить интересный момент такой, что на территории Крыма среди российской администрации и российской гражданской военной администрации настроения, прямо скажем, далекие от оптимизма, и там предпринимаются фактически уже меры по, с одной стороны, сокрытии информации, а с другой стороны, по эвакуации определенных таких элементов, документации, архивы, вот это вот все сейчас уже там не вчера. Оно либо уничтожается, либо эвакуируется, и какое-то количество там чиновников определенных оттуда вывозится. То есть вот эти вот моменты тоже они очень показательны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова